Далеко ходить не надо. Центр города, ледяные глыбы свисают с крыш многоквартирных домов. Рядом десятки прохожих смотрят под ноги, а вот наверх не все поглядывают. Страшно бывает, особенно рядом с домами, потому что они могут упасть. Кто-нибудь может умереть, наверное, если не повезет. Видно, что они свисают, поэтому стараемся всегда здесь идти. Но даже не сосулек, а больше снег падает. Страшновато. Страшновато немножко. Но это как бы всегда уже весна. Идем поближе к машинам, подальше от зданий. Погода, такое условие. Днем тепло, вечером холодно, завтра накапывают. Они же тоже, как бы, надо понять людей. Но успевать внимательнее надо быть, когда идешь. За своевременное удаление сосулек отвечает управляющая компания, либо собственник здания. Коммунальные эксперты отмечают, что до очистки крыш от снежных навесов потенциально опасную территорию необходимо огородить сигнальными предупредительными лентами. В случае, если своевременное, по мере образования удаление сосулек не происходит, то людям стоит акцентировать на это внимание свою управляющую компанию. Во-первых, если реакции нет, то обратиться в органы прокуратуры, потому что, ну, все-таки такого рода риски, они связаны в том числе и с риском для жизни и здоровья. Соответственно, здесь, как бы, органы прокуратуры, наверное, наиболее качественно и быстро отреагируют на эту ситуацию. Юристы отмечают, что своевременно удалять сосульки управляющим компаниям выходит гораздо дешевле, нежели выплачивать штрафы за несвоевременную расчистку кровли или того хуже выплачивать компенсации пострадавшим от падения ледяных глыб. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком.